Всем привет! С вами Ярославна Громакина, наши дети. Сегодня я вам покажу, как можно быстро обработать вашу фотографию, чтобы вы долго не мучились с фотошопом. Буквально за пару минут могли сделать вашу фотографию более интересной, более вкусной, яркой. Итак, поехали! Открываете свою версию фотошоп. ЦС-6 у меня в данном случае. Файл. Спасибо. Файл. Открыть. Вот я с рабочего стола, на рабочий стол скинула фото одно, которое не очень такое, его не выложишь никуда. Для начала давайте мы вашу фотографию обрежем. Чтобы обрезать, вот есть такая кнопочка, нажимаете на нее и можете обрезать. Если вы хотите сохранить исходные пропорции, чтобы потом распечатывать, например, на принтере, то выбирайте исходные пропорции. Вы будете менять пропорции, а сам размер, например, у вас остается. Можно сделать горизонтально или вертикально. Я для распечатки использовать не собираюсь, поэтому делаю произвольные пропорции. Ну, как бы это для, больше для, наверное, социальной сети. Вот. Помните правила 1 и 3, да, где пересекаются линии. Это самое главное. И, в принципе, вот так можно оставить. Да. Что мы сделаем дальше? Можно вот так приблизить. Делаем дальше. Например, вот тут есть мимические морщины. Мы их можем удалить с помощью этого инструмента. Точечная, восстанавливающая кисть. Вот так. Просто щелкаем. Она у вас будет подстраиваться под окружающую кожу. Можно волосонок убрать лишний. Голову, например, если что-то мне нравится. Вот. Там может уроднику или прыщик какой-то замазать. Либо вы можете выбрать здесь же восстанавливающую кисть. Если тогда зажимаете кнопочку Alt, выбираете то место, которое хотите скопировать. И вот, например, вставляете. Так. Далее. Далее я предлагаю нам, например, что мы можем делать. Давайте мы сделаем глаза поинтереснее. Вот здесь, значит, есть кнопка инструмент осветлитель. Выбираем. Диапазон у нас будет подсветка. Сейчас мы, подожди, сначала мы приблизим глаза как-то больше. Еще раз то же самое. Подсветка. Кисть мы, конечно, уменьшаем. По размеру радужки нам нужно сделать. Вот так. И начинаем осветлять. Так, пару раз пройдемся. Вы можете пока не замечать, но потом в окончательном варианте увидите разницу. Так, раз и... Здесь. Ну, мужчине было темно, зрачок расширен. Это не из-за воздействия каких-то препаратов. Вот. А если радужка была пошире, то осветление вы бы видели еще лучше. Так. Теперь я предлагаю, можно зрачки, например, сделать тоже посветлее. Тогда выберем средние тона. Размер. Ну, примерно, вот как-то так. Осветлеем. Да. Оп. Здесь-то. И. Оп. Кое-что то, что... Так же сделаем. И сразу до зуба, да? Вернемся к зубам. Выбираем здесь также средние тона. Устанавливаем размер кисти с размером зуба. Что же? И осветляем. До той степени, до какой мы можем. Угу. Ну, вот так. Теперь можем слегка уменьшить нашу фотографию. А то, что темное, мы наоборот подчеркнем. Еще раз заходим сюда. Правая кнопка мышки. Инструмент затемнитель. Выбираем, ну, тоже подсветка, только затемняем. Устанавливаем кисть. Что мы можем затемнить здесь? Ну, во-первых, вот, наверное, тени и песнички. Ну, и снега. Да? Здесь так же пройдем. Пройдемся. Вот здесь можно подсветить. Вот здесь можно подсветить. И слегка пройдемся. Угу. Можно брови чуть-чуть затемнить. Угу. Да? Вот такой наглядный. Больше мне нравится тома кожи. Теперь мы обратно. Ну, видите, пропала такая четкость, резкость. И все стало облегло. Вот этот пузынок берем крайне слева. И тянем его в сторону правого, да? Вот. Возвращаем эту четкость. А это общий, вот справа крайне общий, значит, отличающий за белое, да? И его ставим где-то, ну, вот сюда, на границу можно поставить. Сначала темноте. В принципе, вот так. Окей. Можете делать с четкостью, резкостью более простым вариантом. Нажимаете TRLJ на клавиатуре. И вот здесь, на появившемся новом слое, выбирается, например, мягкий свет. Вот можете так сделать. Сразу. Но если у вас фотография была бы изначально темноватая, то она бы просто у вас стала еще темнее. Скорее всего. Ну, здесь можно было на шее что-нибудь там брать, да? Вот, в принципе, и все. Вот эти небольшие шаги, они позволят у вас улучшить вашу фотографию. Давайте ее сохраним. На рабочий стол. Пардон. Правильно. Сохраним. Убираем тип файла. ЧПЕК. Угу, помог мне. ЧПЕК и сохраним. Ок. Ну, вот, в принципе, то, что у нас было, то, что стало. Если вам понравилось, если я вам помогла, поддержите меня лайком, комментариям, подпиской. Пока-пока. ПОДПИШИСЬ. 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 ПОДПИШИСЬ.